Продукты питания продолжают дорожать. Так, к примеру, ценники на хлеб и молоко стали дороже на 6%. Но справедливости ради стоит отметить, что цены на социально значимые товары в Казахстане стали почти на 0,7% ниже, чем годом ранее. В Минсельхозе решили изменить механизм стабилизации цен. Как теперь в стране будут бороться с повышением ценников, выясняла Екатерина Белоусова. Продовольственная инфляция в Казахстане постепенно снижается, но многие социально значимые продукты в июле этого года все же стоят дороже, чем год назад. Хлеб и молоко подорожали на 6%. На 10% рис и яйца почти настолько же картофель и сливочное масло. А корочка в Минсельхозе решили изменить механизм стабилизации цен. Теперь предпринимателям, которые реализуют социальные продукты, при выдаче займов будут устанавливать единые требования. Отсутствие долгов, просрочек и неисполненных обязательств. Отсутствие в реестре недобросовестных участников госзакупок, а также наличие необходимой инфраструктуры. Но эксперты считают, сначала нужно наладить механизм предоставления займов на выгодных условиях для предпринимателей. При льготных займах необходимо поставить залог, как минимум в три раза превышающий сумму займов. Льготные займы даются под взаимные обязательства, которые тоже не всегда возможно исполнить. Поэтому я считаю, что все займы у нас в Казахстане должны быть по удобным ставкам. Получая заем, предприниматели обязаны реализовывать социально значимые продовольственные товары по фиксированной цене. Следить за этим будут специализированные органы, которым придется регулярно отчитываться перед акиматом о стабилизации цен. Цены растут опережающими темпами, ровно потому, что у нас есть какие-то заградительные меры во имя поддержки внутреннего производителя. А внутренний производитель, получив рынок в свои руки, творит на нем, что хочет. Государство это никак не контролирует и не регулирует. Любые меры по сдерживанию цен приводят к тому, что эти цены начнут расти еще быстрее. Полки магазинов заполнили товары из России, Кыргызстана и Белоруссии. Эксперты считают, вместо того, чтобы ограничивать отечественных товаропроизводителей, важно, напротив, помочь им выстрелять. В точках продажи продуктов питания необходимо будет соблюдать определенное количество в процентах продуктов казахстанского производства. То есть, если это большая сеть, я думаю, что наши законодатели вполне могут сделать, чтобы казахстанского производства товары, они выставлялись на лучших местах по лучшим условиям. Качественный продукт по низкой цене можно получить лишь при открытой конкуренции и снизив менее чем до 10% банковские ставки, считают специалисты. Иначе казахстанский продовольственный бизнес рискует утонуть в обязательствах. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро.